Люди ждут поликлинику, а сейчас вся нагрузка ложится на поликлиническое звено, особенно в связи с ковидом. В поселке Солнечный 2 вскоре появится новая поликлиника. Строится она по нацпроекту «Жилье и градская среда». Стоимость работ превышает 780 миллионов рублей. Большая часть средств из федерального бюджета. Вячеслав Володин осмотрел соцобъект, который возводят в 10-м микрорайоне. В прошлый визит спикер Госдумы раскритиковал подрядчик за низкие темпы работ. И напомнил, что если в этом году поликлиника не будет достроена и сдана, выделенные средства вернутся в федеральный центр. И региону придется искать финансирование самостоятельно. Деньги были уже с 1 января, а растянули этот объект на целый год. А если бы мы закончили в июне месяце, в сентябре поликлиника работала. А область могла получить средства еще дополнительно на другую поликлинику. Вячеслав Володин отметил, что затягивать строительство нельзя. Из-за нерасторопности чиновников и строителей теперь благоустройство проводят при минусовых температурах. Он также напомнил, что деньги на реализацию программ поступают в январе. А конкурс можно проводить уже в декабре после принятия бюджета. Спикер Госдумы обратил внимание на тяжелую эпидемическую ситуацию, когда основная нагрузка ложится на поликлиническое отделение. Людей-то переселили на пустыре. Школы нет, садики нет, поликлиники нет. Вот нам необходимо порядка 7-8 поликлиник только в новых микрорайонах. Поэтому надо формировать областную программу по строительству поликлиник, брать на себя обязательства, потому что без поликлиники, находящейся в шаговой доступности, людям крайне тяжело. О проблеме отсутствия поликлиники в новом микрорайоне местные жители рассказали Вячеславу Володину еще в прошлом году. Тогда же председатель Госдумы встретился с саратовцами, после чего было принято решение о строительстве в рамках нацпроекта. Как только объект будет сдан, поликлиники смогут принимать до 500 человек в смену. Учреждения оснастят самым современным оборудованием, в том числе мамографами и аппаратами МРТ. Анна Заболуева, Александр Кравченко, Саратов, 24.